Всем привет! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы и провожу небольшой конкурс с приветом. Первые два вопроса. Был ли у тебя когда-нибудь секс с девушкой и правда ли, что 50% девушек хотят лесбиянского секса? Ну как я могу вам утверждать, правда это или нет? Никакого контакта с девушками у меня не было. Единственное, что могу сказать, что я целовалась в губы с девушкой в засос. А вообще, я общалась с девушками-лесбиянками и знаете, такое странное ощущение, когда девушка на тебя смотрит и ты понимаешь, что она хочет тебя. Я хочу тебя, детка. Детка, я тебя хочу. Что? 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 Может это и правда, что 50% девушек хотят лесбиянского секса, только потому что девушки хорошо понимают друг друга. Они знают, где нужно ласкать, где нужно поцеловать, чтобы девушке было приятно. Они чувствуют друг друга. Следующий. Что ты делаешь после секса? Я начинаю бодрствовать. Во мне появляется столько новой энергии. Я готова творить, создавать, стирать, убирать, гладить, готовить, бегать, прыгать, танцевать, кричать. Я не знаю, почему со мной так происходит. Получается, у кого-то отмяк, а у кого-то появляется стояк. Как заставить девушку посмотреть твой любимый фильм? Я вообще не понимаю, зачем заставлять девушку смотреть твой любимый фильм, если она этого не хочет. Ну, вот, например, Глада. Меня легко заставить смотреть. Мне стоит предложить лишь массаж во время фильма, ну или после. И я согласна смотреть любой фильм. Вы также можете предложить девушке что-то приятное. Или в другой раз посмотреть ее любимый фильм. Сам смотри свой фильм. Ты что, не поняла? Ну-ка сюда. Ну, следующий вопрос меня просто засмущал. Просто засмущал. Меня спрашивают. А занимаешься ли ты мастурбацией? Знаете, как я вам отвечу? Иногда в жизни бывают такие печальные дни, когда вот так вот я с тобой пищевую. На тебя просто находит грусть. Тебе хочется плакать. И ты не знаешь, как с этим побороться. Я думаю, я ответила на ваш вопрос. Хочу воспользоваться случаем и передать привет Игорю. О, как? Привет, Игорь. Просто следующий вопрос. Как правильно кончать? Ну, я не знаю. Ты можешь вообразить себя каким-нибудь художником и... И кончать вот так вот в разные стороны. А потом просто смотреть и восхищаться тем, что ты сделал. Как объяснить девушке, что ее кумиры тебя раздражают? Мне кажется, что кумиры есть у каждого человека. Это вполне нормально. Нет, ну, смотря какие у нее кумиры, ты можешь просто ей сказать, что тебе не нравится, тебе неприятно, когда ты на них смотришь или что она там с ними делает. А может, дело в тебе, может, просто ты себя недооцениваешь и очень сильно комплексуешь. А так, я бы посоветовала девушкам, чтобы они балдели по своим кумирам именно, когда нет любимого рядом. Я вот, например, так и делаю, потому что мне не нужны сцены ревности. И следующий вопрос по этой же теме. Кто для тебя самый сексуальный актер? Можешь, но я назову не одного. Ну, не одного, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, я даже записала. Я даже записала. Если я ошибусь, будешь меня и простите, ладно? Я просто вот на эмоциях так промашу. Мои самые сексуальные актеры, кто мне нравится. Самый первый это Чининг Тейтун. Ну, еще говорят Татун. В общем, Чининг Тейтун. Все знают его, все девочки его знают. Второй это Джейм Франко. Третий это Джонни Депп. И четвертый это Эштон Кучер. Ну, или Качер. Красавец. Ты когда-нибудь знакомилась первая на улице? Ну, да, че нет-то? Я всегда только первая знакомилась. Ко мне никогда никто не подходил. Че, че. К чему это я? Меня спрашивают, ты когда-нибудь дралась с девушкой? Да, дралась. И не с одной, а сразу с тремя. Волосы немножко поводирали друг к другу. У меня на тот момент был нужен в кармане. Ну, вот такой вот раскладной. Спасибо тем людям, которые меня просто остановили. Иначе я бы, наверное, все еще отбывала срок где-нибудь. Далеко-далеко от дома. Если ты любишь девушку, и она тебя любит, но живет она с бывшим мужем в разводе, для детей нужно ли общение? Ну, я так чуть-чуть вопрос какой-то, не знаю, неправильно как-то сформулировал, что ли. Ну, я так понимаю, что девушка живет в разводе с бывшим мужем. Ради детей, что ли, она живет? Нужно ли это? Нужно ли общение? Ну, я считаю, даже если они перестали быть законными супругами, да, то материнские и отцовские обязанности еще никто не отменял. Поэтому, конечно, общение нужно в любом случае. Следующий вопрос очень длинный. Как побороть свое тщеславие? Что делать, если девушка считает себя независимой? Что для этого надо? Поднять свой статус выше ее ранга, чтобы спустить ее с небес? Или пойти против самолюбия и рискнуть быть отвеженным? Ну, во-первых, что такое независимая женщина? Это женщина умная, женщина, которая сама себя обеспечивает. Женщина, которая не хочет быть связана узами брака. Такой женщине обязательно нужна свобода действий. Бешенство матки у вас у всех. И это естественно, что у любого нормального мужчины необходимость быть выше женщины уже заложена на подсознательном уровне. Если ты не Альфонс, конечно. Такие женщины не меньше хотят любви. Они также могут плакать ночами в подушку, но ни в коем случае не в мужскую жилетку, потому что они же не хотят, чтобы их видели вот такими вот слабыми, плачущими, беспомощными в конце концов. И в каждой женщине есть обязательно слабое местечко, которое можно найти, зацепиться за него. Я не знаю, сколько вы там встречаетесь, живете, может вообще еще не встречаетесь, но как вы себя будете преподносить первые дни, первые свидания, таким она вас и будет хотеть видеть в дальнейшем. То есть, если вы на первом свидании произвели впечатление на нее милого-милого котеночка, конечно, она вас и будет в дальнейшем таким представлять. А вы потом раз такой, с тобой ничего, а ну-ка, дорогая, давай, спускайся с небес на землю. Понимаете, такого так нельзя делать. Вот теперь конкурс. Такой конкурс я уже проводила, и люди-человеки знают, что это все правда, что на самом деле денежки приходят на телефон. Если вы хотите пополнить свой баланс на 100 рублей, то вам нужно написать, сколько раз в кадре появлялось вот это вот замечательное красное, вкусное и сладкое сердце. Сделать вконтакте репост этого видео, и, естественно, под этим видео оставить комментарий со своим ID, чтобы я вас смогла найти. Будет три победителя. И если вы просто так хотите получить привет от меня в следующем видео, то также пишите под этим видео в комментарии хэштег «Хочу привет». И, возможно, в следующем видео именно вам я передам огромный-огромный привет. А с вами была я, Кира Анат. Не забывайте на меня подписываться и ставить мне лайк под видео. Я вас люблю. Пока-пока. Я, ну да ладно, лучше. Лю-лю-лю-лю-лю-лю.